Да, ребят, как-то надо проехать по мосту, а снега здесь по колено. Ладно, шучу я. Нахожусь я на стоянке. Рядом наша дорога проходит. Но хотя по этому мосту давным-давно ездили. Это старая дорога была. Через речку мост, стояночка. Нормально машин поместится, если не лето. Потому что летом здесь будет до хрена кемпингов. Это 45-я дорога. Движемся мы сегодня на границу Бьёрнфилд по 10-й дороге. Посмотрим, как там погода. Я вчера вечером смотрел, когда шел снег. Так, я здесь не провалюсь хоть. Нет, провалюсь. Здесь ездят снегоходы. Ну вот, следы. Как бы... О, видали? И все. Поэтому дальше я не пойду. Это у меня утренняя такая прогулка. Двери в машине приоткрыл. Утреннее, так сказать, проветривание. Сейчас позавтракаю и буду стартовать. Погодка хорошая. Не холодно. Ну, точнее, я хотел бы, чтобы было поморозней. Вот. Дорога была бы поуверенней. А так 0, минус 1, плюс 1, минус 2. В общем, пляшет. Пляшет она. Здесь также туалет. Теплый. Но вода в нем не теплая почему-то. Умывался я холодный. Сам туалет теплый. Ну вот. Только вот еще две машинки стоят. И я. И я. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И впереди камера вряд ли... Увидела это... Куча снегоходов переезжала дорогу... Ну и в целом какая-то база здесь... Туристическая... И тут рассекают по всем лесам на снегоходах... Ну вообще в целом... По всему маршруту... Периодически где-то едут снегоходы... Это в порядке вещей на всем севере... Зимой огромное их количество... Вот наши друзья стоят... Они мне знаете... Иногда напоминают гаишников в России... И в Беларуси тоже... Вот стоят посреди дороги вообще им по барабану... Ну вот, очухались... А им... Знаете что... Ну куда ты ломишься... Ну... Я... Понял почему они на дороге... Это люди... Лежал корм... Морковка какая-то... Еще всякая фигня... Ну то есть... Понимаете, да? Прямо на дороге... Эти недоумки кинули... Еды оленям... Ну специально наверно, чтобы на них кто-то... Сходу залетел в них... Ну так же не делается... Они стоят и жрут... И им по барабану... А мы с вами подбираемся... Границы полярного круга... Северного... Ек-мек... Летом я там бывал... Снимал видео... И... Приобрел я сертификат... О пересечении полярного круга... Так... Ну и сейчас я хочу тоже заехать... Посмотреть как тут зимой... Какие виды... Пейзажи... Напротив там озера... Должно быть... Да, смотрю вон... Кто-то заехал туда... Ну и я где-то там... Местного там позволяло... Заезжать... Значит, сертификаты, сувениры и кафе... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Единственное, что могу сказать, что не многолюдно, так как было летом, сейчас не так уж много. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит, я говорил уже в видео, когда летом здесь был, что здесь все приезжают и обклеивают, в общем, эти стенды, да, своими... с городов, со своих стран, разными наклейками какими-то. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Дорогу Добавил DimaTorzok 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 развлечений в нем есть и на снегоходах здесь можно покататься и на вертолете полетать лишь бы были деньги трасс для снегоходов здесь огромное количество везде вот сейчас мост проезжаем под мостом я вижу следов куча то есть во всех сторонах во всех углах везде все разъезжено ну то есть здесь если у вас есть не ход вы просто приезжаете снимаете его с лафета и и едете куда вам в голову взбредет но вот чего не хватает в керу не и в районе ее хотя бы километров 10 до нее или после нее это нормальные грузовой стоянки вот здесь конечно такой косячок имеется и если перевал закрыт бёрнфилл и вам нужно ждать вас не отправляют через килл письяр в через финляндию то принципе стоять негде была стояночка сколько километров 20 до наверно 30 ну я по условиям даже не знаю есть там что-то работает ли там что-то или нет машинки стояли как бы он тоже небольшая ненамного машин здесь до в летнее время если дальше ехать в сторону границы норвегии да есть парковки на которой можно заехать 2 их по моему есть нормальная где туалет теплый туалет с водой горячей все как положено но сейчас зимой я не уверен что на какую-то из этих стоянок можно заехать мы с вами посмотрим обязательно можно ли на них заехать когда они нам по дороге попадутся здесь конечно долина такая открывается шикарный вид на камере наверно так она не передастся как глазами но красиво очень именно за тем холмом вершинки такие белые снежные так ну а мне осталось 30 минут мне за 30 минут нужно где-то остановиться и сделать паузу так увидел какую-то площадочку стояла машинка то я здесь отстаю щас припаркуюсь асфальтирована ну и трактор и так понимаю здесь и только что как раз почистил что-то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ищет момент... Но сейчас тоже... Увижу прямую... Покажу, чтобы я обгонял... Ну и начинает темнеть потихоньку... У нас время идет к 3 часам дня... И я думаю, сейчас за часик стемнеет... Поэтому, думаю, еще до границы мы по светлому успеем доехать... По стояночкам было 2 стоянки... И еще должна быть одна... Вот на одну был нормальный заезд... Все почищено... Туалеты там работают... На вторую... Так себе заезд... Места не очень много... Ну и... Вроде бы как тоже туалет работает... Стояло пару легковушек на той стоянке... Но грузовиков ни на первой, ни на второй не было... Так что вот как бы... Когда сильных осадков нету... То стоянки прочищают... Но если надолгую... Заряжается снег на несколько дней... То на эти стоянки нечего рассчитывать... Которые все по маршруту от Керуны... До Нарвика... Так... Огромное замерзшее озеро... Сурово выглядит это все... Как видите, кармашки есть... Я уже не один такой проезжаю... Где-то стоят знаки... Парковка... Где-то нет... Проезжал тоже паркинг... Ну как парк... Площадка... Туалета там не было... Но... Она хорошая, большая... Но вся была засыпана снегом... На нее если заедешь, то... Вряд ли выйдешь потом... И вот у нас... Сейчас будет парковочка... 800 метров... Это, по-моему, последняя будет с туалетом... Стоянка... До... Границы... Ну, на самой границе есть туалет... Ну, а я думаю... Она будет... Стоянка эта открыта... На нее можно заехать... Но не факт... Вот я смотрю грузовик... Так на нее и не поехал... Я тоже заезжать-то не буду... Но... По виду... Вполне... Хочу сказать... Крейс... Крейс почему-то не захотел заезжать на стоянку... По виду там все нормально, в принципе... Единственное, что если вы тяжелый... Может быть... Немножко проблемно с вейсом... Я, например, со своим весом спокойно там встал и выехал... Вон там выше... Паровоз идет... Грузовой... С углем, наверное... Каким-то... В Керуне... Добыча... Угля... Происходит... Сауи... Что-то под вечер... Машинки там вылазят... Ну и дорожка, я хочу сказать... Такой каток хороший... Хоть и минус 7, но... Рядом эти озера... Плохо замерзшие... То скользкая дорога... Справа у меня уже темно... Слева у меня еще светло... Вот так... Правильно, справа у нас север... Слева у нас... Получается... В данный момент... Вот как мы движемся... Здесь повышенная скольз... Скользотища... И у нас... Знаки стоят... Что... Возможен... Камнепад... Два километра расстояния... Опасная зона... Дорожка, конечно, в данный момент... Не из приятных... Шаг влево... Шаг вправо и... С дороги можно уйти легенько... Еще усложняют... Что... Кочки... На дороге, которую ты не видишь... Но вот видите... Как несмотря на все это... Здесь в этой части... Скандинавии... Обгоняют... На любой дороге... Хе-хе... И мы с вами... Подъезжаем к месту... Где я провел... Двое суток... В снежном плену... Дорога была закрыта... Вот я дошкреб до этой... С правой стороны площадки... Довольно-таки широкая... И двое суток здесь торчало... Рассказ я делал на канале... Оставлю ссылку в описании... Кому интересно... Переходите... И слушайте... Что я там вам рассказывал... Там... Немножко фотки повставлял... Какие были... В общем... Интересный рассказ... И здесь вот... Были выстроены машинки... Вот... От этой площадки... Которая была и... До этого шлагбаума... Этот шлагбаум был закрыт... Здесь... Также есть туалет... Пере шлагбаумом... Ну и получается... Карман здесь немножко... Если на камере не было видно... Карман... Туалет... И шлагбаум... И все... Потом... Эээ... Эээ... Дорога была... Одна... Полосная... То есть... Все было завалено снегом... Снегочиститель чистил... Ну и движение в колонне... Было и туда и обратно... Было и туда и обратно... И где-то тоже посередине маршрута... От границы до этого шлагбаума... Разменивались... Со... Встречной колонны... И все... Здесь как бы... Подъем... Не страшен... Если вас... Ничего не тормозит... Никто... Не повисит где-то на подъеме... По какой-то причине... Как бы... Редко у кого здесь бывают проблемы... Ну конечно... В самую такую жесткую непогоду... Но в принципе... Лучше и не сунутся... Подождать... Следующего дня... Если даже... Дорога открыта... Ну обычно в Норвегии... Как бы они... Очень быстро... Ее закрывают... Только что-то если начинается такое... Сильный ветер подымается... То есть начинает заметать... То... Дорогу моментально... Закрывают... Здесь у нас столбики уже сменили цвет... Как видите... Были красные стали... Салатовые... И все... До границы... 27 километров... Если сейчас будут знаки... Сколько процентов подъем... То... Конечно же... Я вам... Покажу... И сообщу... Пока еще видно дорогу... Можно еще что-то снимать... Здесь сейчас проехали... Стоянка была... Но... Там все было под снегом... Как таковых... Здесь... Подъема... Перевала... Конкретного нету... Здесь есть небольшие подъемчики... И просто... Чтобы вам было понятно... Я сейчас... Вот как шел... Так и иду... Даже ленивец... Не подымал... Вес никакой не перекидывал... У меня 6 тонн... На ведущую ось... И 4,5 тонны... На ленивце... Лежит... И я... Вполне себе... Уверенно здесь иду... Ну вот так... Вот этот подъемчик... Сейчас... Трошки... Подбуксовать начало... Но я ничего даже не буду переключать... Спокойно подымаюсь... Да и все... Все... Вот этот населенный пункт... У нас... И уже будет... Сама таможня... До Нарвика... 53 километра... 7 километров до границ... То есть... Получается... Предпоследний... Предпоследняя деревушка была там... С железнодорожной станцией... И сейчас уже... Как это правильно... Оринск... Оринскраген... Как это называется... Городок... На шведской стороне... Гёрнцел... Это уже название норвежское... Красиво, конечно, здесь... Чтобы... Чтобы было светло... И солнышко... Пейзажи, конечно... Здесь красиво... Ооо... Какая огромная... Куча оленей... По правой стороне... Но мы их... На камере не увидим... Они все стоят на такой горке... И если вдруг я сюда... Сюда... Буду возвращаться... Вот знак оленей... И правая сторона... Там вся в оленях... Просто там их... Я не знаю сколько... Если вдруг сюда... Буду возвращаться... И днём... То... Я сниму на видео... Обязательно... А я ещё думаю... Что-то на вершине... Машинка там притормозила... Легковая... Вот это они там фотографировали... Сто процентов... Или видос снимать... И сейчас... Проедем... Последний подъёмчик... Перед таможней... Злосчастный подъём... На котором... Я вынужден был остановиться... Эээ... В рассказе... В котором... Ссылка в описании... И уже тронуться я не смог... Вес у меня тогда был... По-моему... Около 18 тонн... Что-то в этом роде... Я чуть-чуть буквально не докрался... Уже до... До прямой дороги... Вот... За этим мостом... Вот где-то здесь... Плюс-минус... Я тогда и завис... Всё... Одел одну цепь... Или две... Или одну... Я уже не помню... И я только тогда смог... Тронуться с места и доползти... До самой таможни... На которую мы с вами... Добрались... Вертолётика не вижу я никакого... Нету его... Нету его... Нету его... Нету его... Там нету никакой даже площадки... И так... Я уже показывал процедуру... Ну... Ещё раз покажу... Транзитную декларацию... Которую мне дали на... Границе... Когда я выезжал из Норвегии... Никакие документы больше брать не надо... Только берём эту транзитную декларацию... И я свой листик возьму... Мне на нём... Может поставить штамп... Могут не поставить штамп... Вот... Сейчас посмотрим... Поехали... все оставили мне штампик транзиту декорации как я говорил что ее забрали так все мы же мы чем искать стоянку чё пробам тронуться с опущенным ленивцем знаете поехал не поставил я начало страны норвегии ну сейчас здесь возьмусь в кармашек тоже здесь собирают кучу машин когда движение в колонне забыл я фар включить не то что страну ух так начало страны норвегия итак 45 до норвика 129 до хорстада и до лафатен я не успел рассмотреть сколько так здесь у нас тоже такой подъемчик ждет но попробую его не подымая линии все тоже пройти здесь кстати тоже есть площадка если вы идете в норвегию за границей получаться за таможней с левой стороны там нету туалета ничего нет и все здесь уже начинается спуск вот он знак девять процентов спуск то есть с той стороны да вот когда вы идете с норвегии в швецию то подъемчик там посложнее и более часто там надевают цепи чем со стороны керуны когда вы идете и здесь когда вроде бы уже дело было на спуск есть еще один подъемчик тоже небольшой такой на средней скорости вполне спокойно на него заходим и витрины мощные генераторы мельницы так вот я с опущенным ленивцам иду немножко пробуксовочка была и вот сейчас немножко увидите нормально на и кто не смотрел предыдущие видео вес у меня 9 тонн всего но на задние на заднюю часть прицепа на половину задней части прицепа у меня весь этот вес считается то есть на половину заднего прицепа у меня восемь тонн и спереди у меня стоит там полторы тонн ну спасая то что на прицепе подъемный мост поэтому я самого начала еду с поднятым на прицепе ну вот на тягаче по всему маршруту самого начала периодически опускаю подымаю в зависимости от дорожной обстановки в самом нарвике каток так как он возле фьорда и выход к морю поэтому кольцам нужно поаккуратнее подъезжать так наш циркуль и место я есть как я и предполагал у меня на камерах закончилась память на обеих поэтому доснимаю уже я на телефон отлично прямо напротив вход приходится дописывать на телефон вот такой вышел у нас путь из норвегии в норвегию через швецию вот маршрут в описании ребят как всегда поэтому все вопросы пишите в комментарии все до новых встреч всем пока до новых встреч